всем привет сегодня начинаем урок по изучение визуализатора корона рендер перед тем как начать настройки вам нужно будет сделать такую же сцену это бокс основания три сферы и три чайника разных размеров сегодня мы с вами сделаем некоторые материалы первую очередь это будет металл алюминий хром и золото и применим его как раз чайником и к шарикам и в дальнейшем мы будем с вами делать керамику кирпичи ну и различные другие виды материалов давайте приступим для того чтобы включить корона рендер который вы ранее установили я надеюсь что у всех это получилось ничего сложного нет мы должны зайти на вкладку рендеринг или нажать на клавиатуре клавишу f10 если вы зашли через меню рендеринг рендер сетап далее выйдет окошко и в третьем поле рендер место рендера у меня арт рендер у вас может быть что-то другое мы должны выбрать корона рендер сейчас у нас активен визуализатор корона и мы можем приступать уже к созданию материалов созданию и настройки света камер и других возможностей инструментов короны для начала нам нужно настроить environment это окружение или внешний свет для этого мы должны зайти в материал editor можно это сделать нажатием на клавишу м на клавиатуре и выходит слоуд материал эдиттер далее нам нужно создать корона sky или закинуть сюда несколько hd рай а карта я сейчас зайду в папку и закину в вид 1 в 1 как раз эти hd рай карты я открываю папку где сохраненный hd рай и перекидываю вот эти две карты это уже настроенный свет и окружение и мне нужно перетащить все настройки по этим картам в вкладку сингл над и вот на слово но давайте я перетащу нажму instance и клавишу кнопку ok после этого нам нужно нажать на кнопочку старт интерактив находится в корона general setting может выйти ошибка и происходит постепенная визуализация нашей сцены как вы видите у этой hd рай уже есть небо и есть свет который падает на наши объекты с верхней стороны экрана и мы видим тени сейчас к нашим объектам не применен никакой материал поэтому я могу свернуть визуализатор и начать создавать непосредственно материал корона мтл мы заходим в самый верх материал мой браузера и находим материал корона мтл и также кидаем в окно view 1 как вы видите корона корона материал имеет множество настроек самые главные из них это диффуз рефлекшн и рефракшн давайте я щелкнул двумя щелчком на текст и у меня выйдут как раз эти настройки тут главное запомнить что диффуз это основной цвет если я выберу в color спустим зеленый цвет и перетащу вот за этот круглешочек свой материал на какой-либо объект то объект приобретает как раз этот цвет а если вы нажмете на данную кнопочку то вы можете применить какую-либо текстуру есть два вида текстур точнее карт это битмап и есть карта корона мэп сейчас я найду вот она корона битмап тоже можно использовать как ее так и просто битмап ну давайте мы возьмем непосредственно корона битмап открывается папка и мне нужно выбрать тот или иной материал который сохранен на моем компьютере ну я возьму вот эти кирпичики и как вы видите материал применил на себя этот кирпич и если мы начнем визуализацию то в рендере у нас отображается кирпичик но он чересчур малого размера потому что здесь нужно сделать кое-какие настройки по выравниванию материала на объекте в первую очередь нам потребуется зайти в настройки по материалу это делается нажатием на кнопочку м выходит корона битмап и здесь есть несколько параметров мы можем а сразу нажать кнопочку use real world scale посмотреть есть ли изменения если нет изменения в то мы можем оставить можно поэкспериментировать параметрам сайс ну и примерно вот так выглядит на нашем объекте кирпичик и наверное еще меньше значения до 3 вот как вы видите фактически мы добились результата и нашли какой-то нужный масштаб переходим к другим настройкам и начнем создавать второй материал второй материал у нас будет без текстуры мы сделаем металлы первый будет алюминий хром и золото для этого также нам нужно зайти в левую колонку и в окно view 1 перекинуть еще один корона материал также я щелкнул двойным нажатием левой кнопкой мыши у меня выйдут параметры diffuse в диффузе я сделаю серый цвет чуть темнее и перехожу непосредственно на вкладку reflection reflection это отражение при помощи этого параметра делаются зеркала зеркальность отражения ну и также металлы которым применяется два других параметра это glossiness и френель glossiness это глянцевость а френель это металличность давайте этот материал я применю к другому шару в сфере и посмотрим что происходит с этим шариком и сферой материал сейчас полностью матовый не имеет никакого отражения потому что level of reflection стоит на нуле поэтому мы начинаем поднимать level и ставим значение единицу и как вы видите материал начал приобретать параметр отражения далее glossiness мы оставим также единичкой и изменим параметра фринель а и поставим в районе 10 и как вы видите мы сделали материал похожий на chrome а фринель можно еще увеличить и давайте я увеличу это значение до 50 то есть чем больше значение фринель тема металличность у нас становится больше если мы в параметре reflection изменим цвет поставим темно-желтый приближенный к оранжевого то вы можете увидеть что наш металл приобрел свойства золота и теперь я изменю параметр glossiness поставлю где-то около 08 или 09 появляется матовость и отражение уже не такое яркое давайте еще меньше сделаю в районе 05 и как вы видите материал фактически перестал быть похожим на зеркало и у него теперь присутствует такой металлический блеск как у золотого алюминия то есть если вы хотите иметь золото приближенное к реальности то glossiness вам нужно иметь в районе 09 в районе единицы ну и давайте создать создадим еще один материал я снова перекидываю с левой с левого окошка в окно view корона render щелкаем двойным щелчком по названию color поставлю темно-серый поставлю level единицу металличность поставлю в районе 10 и glossiness веру в район 0605 и перекину эти параметры на третью сферу в отражении мы видим второй шар мы видим что отражение переливается золотым цветом желтым оттенком и сейчас мы сделали с вами железный или стальной шар теперь давайте сделаем еще один материал корона mtl и этот материал будем применять непосредственно к чайникам также нажимая двойным щелчком по названию материала диффуз делаю светло-светло голубым и этот материал мы будем применять в чайнику для того чтобы у нас получился стеклянный чайник и это будет прозрачное стекло после этого мы заходим на вкладку рефракшен рефракшен это преломление ну или можно сказать что это прозрачность увеличиваем параметр до единицы и перетянем свойства материала на чайник также в корона рендере есть параметр визуализация только определенной части нашей сцены я сейчас выберу только стеклянный чайник для того чтобы увеличить скорость рендера ну к сожалению наш чайник попал в тени от первой сферы сферу я отодвину на задний план уменьшу параметр level чтобы чайник был не таким прозрачным и сцене при помощи орбита есть конечно еще один нюанс чайник сейчас полностью залит стеклом то есть у него нету а внутреннего пространства поэтому к самому чайнику мы должны применить модификатор shell я выделю чайник зайду в панель модифай и применю модификатор shell это оболочка и посмотрю на результат при помощи изменений параметров в слайд материал эдитор параметрах диффуз основной цвет рефлекшн отражение и рефракшн вы можете задавать параметры основных материалов таких как металлы стекло керамика пластик и другие текстуры продукты и Субтитры создавал DimaTorzok